Здравствуйте! Сейчас я хочу снять необычное видео, которое я посвящаю средствам, которые мы используем чаще всего для нашего малыша. И начать я хочу с наших мастхевов, которые непосредственно, когда заканчиваются, тут же приобретаются новые. Также покажу в конце видео, если успею, салфетки влажные, которыми мы постоянно пользуемся, и подгузники. Начать хочу вот с такого вот мыла, такое жидкое мыло, детское жидкое мыло, наша мама. Здесь для чувствительной кожи идет и проблемность, с первых дней жизни. Выбрали мы именно такое мыло, не знаю почему. В общем, здесь оно уже кончилось, это у меня просто так упаковочка, но оно такое, имеет приятный аромат ромашки. Вот, то есть оно достаточно такое, по консистенции жиденькое, но все-таки оно очень нам нравится. И просто так ручки помыть тоже нравится. И всегда мы используем это мыло для малыша. Удобный дозатор здесь, вот, то есть так выглядит мыло. Следующее средство, это без которого мы тоже не можем, здесь тоже ничего нету. Сейчас покажу на примере, это присыпочка, детская присыпка, вот эту я покажу. Просто так кончилась, и мы купили новую. Сана-сан, детская присыпка. То есть, в принципе, присыпка вообще очень хорошая. Она выглядит, как обычная присыпка. Аромат имеет такой приятный, не скажу, что большой. Но, в общем-то, эта вот присыпочка нам очень тоже нравится. Соберем мы именно ее. Вот, так вот она выглядит. Постоянная, это у нас тоже, можно сказать, must-have. Следующее средство, три средства, это, можно сказать, как лечебное. В данный момент это баниацин. Порошок для наружного применения. Это от покраснений и так далее, от каких-то шелушений. То есть, сейчас я покажу вам, как он выглядит. Вот там такая дырочка одна. Но кончается он очень быстро, потому что здесь всего 10 грамм. У нас это тоже уже, по-моему, тюбик второй или третий. В принципе, покраснение он неплохо снимает, когда уже присыпка не справляется. Также для ухода у нас вот такое вот масло. Всем, наверное, известное вазелиновое масло. Вот тоже смазываем иногда. Это у нас уже тоже вторая, по-моему, курковка кончается. Тоже, можно сказать, что must-have. Следующее, что у нас сейчас, это, можно сказать, сезонная вещь. Потому что начали с трех месяцев резаться зубки. Колгель. Гель стоматологический. Написано, снимает боль, возникшую при прорезывании зубов у детей. То есть, в принципе, хороший гельчик. Так он выглядит, такая консистенция. Очень аромат, кстати, почему-то пахнет лидокаином. Вот здесь он как раз есть в составе. Но, в принципе, там в составе написано, что какие-то подсластители есть или что такое. В общем, ребенку он не неприятен, этот гель. Могу сказать, что он не плачет. Он уже сейчас привык, он даже смеется, когда ему этим гелем наносишь стоматологическим на зубки. Вот. Это вот основное было, что из ухода. Что хотела показать и рассказать. Дальше идет мой must-have уже, я не знаю, который по счету. Вот такие салфетки Pampers. С экстрактом, по-моему, ромашки. Да, по-моему, оранжевые. Мне безумно они нравятся. Скажу даже честно, больше мне, чем ему. Ну, и ему, конечно, тоже, ребенку. Вот. То есть, так они выглядят. Это уже кончилось. Вот так они выглядят в упаковочке. Мягкий, на ощупь. Вообще, аромат обалденный. Просто я от него в восторге от этого аромата. Только чисто из-за аромата беру. Вообще, мы брали очень много видов этих салфеток. Но остановились вот на этом. Вот уже еще лежит здесь сколько-то панчики. Ну, практически новая. То есть, именно вот эти салфетки мы берем. Это тоже наш must-have. Так, последнее, что я хотела показать. Это подгузники, которыми мы пользуемся. Потому что мы пользовались многими. Но подошли у нас только одни. Это японские подгузники. Наверное, всем известны. Мэриэс. Так, сейчас покажу вам. Так, покажу, как они выглядят. Вот Мэриэс. Сейчас у нас это 6-11 килограмм для детей. Вот упаковка сама, значит. Это уже законченные упаковки. Я показываю. Вот. Наверное, для примера все-таки надо показать и сам подгузник. Так. Вот сам подгузничек выглядит вот так вот. Интересный. Вот когда ребенок пописывает, вот здесь вот полосочка желтенькая была. Она становится синей. И вот здесь так же, когда если покакает сзади. Вот. То есть, в принципе, очень хорошие подгузники. Это единственное, от которых у нас практически нет аллергии. Вот. Поэтому могу сказать, что они просто вообще очень спасают. У нас замечательные подгузники. Могу сказать, что я их советую. Конечно, по сравнению даже с памперс и хагис, они стоят дороговато. Вот упаковка 64 штуки у нас стоит где-то 950 рублей. Это, ну, в принципе, дорого. Потому что хватает ее где-то на неделю примерно. Могу сказать, что рекомендую. Очень все мягкие, хорошо сделанные. Мягенькие, хорошие подгузники. Вот. Их тоже могу сказать, что рекомендую. И последнее, что хочу показать, на фоне чего у меня сегодня есть видео, это вот такая книга, которую я сегодня приобрела. Называется «Наш малыш». Эта книга вот здесь мы как раз и будем вести. Она очень красиво оформлена. Вот тут так вот начинается. У меня даже тут фотография вывалилась. Вот. То есть, вот так вот. Будешь показывать. Вот здесь фотография с УЗИ. Вот. Вот так вот выглядит то, чем пользуемся для ребенка. Кому было интересно, спасибо за внимание. До свидания.